Ученые физики в шоке. Американский изобретатель показал двигатель с пружинным приводом, который работает сам, как вечный двигатель. Смотрите видео до конца, друзья, и вы будете просто в шоке. Это простейший генератор, который использует пружину, как вечный двигатель. И она, соответственно, крутит маховик и вырабатывает энергию, из-за чего он крутится практически вечно. Добро пожаловать на канал Рафаэль Анриэл. Обязательно подписывайтесь, делитесь этим видео и добавляйте канал закладки, чтобы не потерять. Привет. Добро пожаловать в мой маленький новый движок. Я назову его доминирующим маховиком. Причина в том, что маховик доминирует над коленчатым валом. Давай перевернем его, чтобы ты мог на него взглянуть. Все это сделано из подручных материалов из моей мастерской, и все это скреплено эпоксидной смолой, так что получается очень хрупкое изделие. И самое главное, насколько просто это устройство. Для того, чтобы оно заработало, нужно использовать маховик, вот такую пружинку, и далее запускаем и подбираем темп работы. И если все как в видео, то оно должно заработать. Маховик сделан из старого настроечного конденсатора от радиоприемника, немного латуни на валу, несколько подшипников от старого двигателя, а шатунный штифт. От старого 12-вольтового автомобильного насоса для накачки шин. У нас есть пружина от старого будильника, и на этом все. Или может быть из-за того, что она немного тяжеловата. Это делается для регулировки длины пружины. Ты просто двигаешь ее до тех пор, пока не достигнешь нужной длины. Это немного похоже на маятник будильника, или на настройку гитары, проводя пальцами вверх и вниз по струнам. В любом случае, как бы там ни было, давай попробуем это сделать. Ты вкладываешь энергию в маховик, и он начинает вращаться. И как вы видите, друзья, устройство начинает работать, и само ускоряется. Это и есть свободная энергия. Если, правда, оно работает. Вот и все. А как насчет этого? Шатунный палец толкает пружину вниз, а пружина толкает ее обратно вверх. Я не думаю, что у него есть запас энергии, так что вы можете не обращать на это внимания, но давайте провернем это еще раз. Хорошо, сейчас я просто возьму отвертку, и мы покажем тебе, как настроить пружину. Что мы собираемся сделать, так это ослабить этот болт и переместить груз вперед, если он действительно будет двигаться вперед. В моем ящике для мусора есть немного старого хлама. Чтобы немного подвинуть засов, я собираюсь сделать это еще раз. Как насчет этого? Чем дальше ты переносишь вес назад, тем быстрее он движется, потому что ты изменил натяжение пружины. Но я по-прежнему не верю, что в этом есть какой-то запас энергии, правда не верю. В любом случае, приятного просмотра. Давай раскрутим это по-новому. Если кто-то проверял подобное устройство, обязательно пишите в комментариях. Также пишите, что вы думаете, работает оно или нет. Вот мы и на месте. Ты, вероятно, сможешь зайти в свою мастерскую и воспроизвести это довольно легко. Прочность эпоксидной смолы просто поразительна. Я использовал запатентованную марку эпоксидной смолы, которая хорошо известна всем, но по какой-то другой причине мне запрещено упоминать название компании. Все в порядке. Эпоксидная смола есть эпоксидная смола. В любом случае, вот и все. Что ты об этом думаешь? По всем вопросам обращайтесь ко мне. Причина, по которой эта пружинная опорная планка расположена под необычным углом, заключается в том, что я действительно не знал, какую длину пружины использовать. Поэтому я подумал, что немного проверну ее, приклею, а затем мы сможем уменьшить ее на вес баланса. Вот и все. Все готово к работе. В любом случае, спасибо, что нашел время взглянуть на это. Я просто оставлю это на минутку, и большое тебе спасибо. Больше подобных видео вы можете увидеть у меня в телеграм-канале, а также дзен-канале. Подписывайтесь. Пока.